И, друзья, сегодня у нас такая вот рубрика «Ответ врачей». Это знакомься, Григория Владимировна, является она у нас кандидатом в медицинских наук, врач-остеопат, невролог, и задают нам вопрос в комментариях подписчиков. Мы так и не поняли, что стряслось, но есть информация о том, что подписчика направляют к проктологу, а он переживает, то есть есть психологические затруднения у человека, вопросы за мужскую честь нарушений, и говорит, можно ли избежать этого назначения, если вот, напоминаю, что назначает ему врач, то есть его какой-то врач, его уже отправляют. Вот ваше мнение, мнение кандидата? Мое мнение, что в обязательном порядке надо идти, потому что ни один врач не направит к другому врачу, ну, вроде так, ради развлечения от нечего делать. Более того, проктолог, человек, занимающийся кишечником, это не только о выходе прямой кишки, это намного более глубокое проникновение в организм, потому что это и флора, это инфекционное заболевание, это может быть нарушение стенки, целостность стенки сосудистой, там, ну, банальный геморрой, да, вот, и плюс, что самое неприятное может быть, две вещи, это может быть трещина прямой кишки, и это тогда риски инфицирования, притом инфицирование не просто локально, это может быть генерализованно по всему организму, и пока мы сомневаемся, надо идти или нет, потом лечить заражение крови, ну, как-то вот не очень разумно, да. Вот, с одной стороны, и с другой стороны, мог врач промолчать, а ведь направить, подозревая какой-то объемный процесс, это не обязательно там рак, или что-то такое страшное, да, но какие-то другие новообразования, с которыми можно разобраться, и разобраться только хирургическим путем, то есть здесь способ, ну, причин не пойти, я не вижу. Сейчас с трудом направляют почему-то, если уж направили, то однозначно, конечно, однозначно. Причина есть. Да. Так что, вот вам ответ, дорогие друзья, дальше, конечно, решение принимать вам, думайте, но, на мой взгляд, любые, да, пациент, конечно, имеет право на свое мировоззрение, мировоззрение, но любое мировоззрение, это не повод, да, подвергать, ну, риск, жизнь собственную, да, и там, если уж не жизнь, то инвалидизацию, возможно, чуть-чуть малыш. Ну, в любом случае, в любом случае существует понятие врачебной тайны. Конечно. Конечно. И посещение врача может знать только сам пациент и сам врач. Да. Поэтому причин не делать не вижу. Так что, вот, дорогие друзья, пишите внизу ваши вопросы, можете задавать вопросы, сколько Владимировне мы будем периодически заскакивать, спрашивать в Инстаграме, соответственно, все дублируется у меня, ну, и, конечно же, на моем YouTube-канале. Да пребудет с вами здоровье! Субтитры подогнал «Симон»!